Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну все, приятного аппетита! 300 лет уже весь карантин не ел сабвэй Беру обычно с тунной рыба Ну и там сыр, лук, зелень, оливки, все дела И средненькую Доктор Пейпер взял водичку Приятного аппетита! Ну и да, если кому интересно Вот этот большой сэндвич и средний стакан воды Там любой Двенадцать восемьдесят четыре Субтитры делал DimaTorzok Какой раз сегодня мы уже ездили через Даунтаун Ну не через, а сквозь Стеклянные горы Сейчас именно проходим вот небоскребы Справа, слева Я так понимаю, в Нью-Йорке сейчас такая же ситуация Такой же пустой Даунтаун Там, где было раньше просто миллиарды туристов Такие же улицы, как сейчас в Миннеаполисе Только в Миннеаполисе так всегда А там из-за карантина В Апартаках работаем Последнюю работу, которую я сейчас подвешу Райончик не очень Черная женщина И что-то все у нас тут нафрано Накидано Вот такой дом Она просто не знала, как подключиться к Wi-Fi Просто она не знала, что надо подключать оборудование Используя Wi-Fi Нейминг и пароль Короче Изи джап Жопа, короче, надо валить с Миннесоты Сейчас по Америке попроходили ураганы И просто есть проекты, где делают новые дропы Как я в Панаме работал Со столбов там вот это вот, новые дропы Короче, чуваки Сейчас я знаю Там нет-нет В месяц делают По 15-20 штук Пока я тут сижу, драчусь Короче, надо это Сматывать удочки на дропы В Америке видите, как ключи хранятся То есть специально на доме Перед входом Сделала вот такая штука И такие маленькие сейфики То есть, чтобы в карманах не носить Или чтобы передать Чтобы кто-то мог взять Вот кодовый замок там И ключи Много где используются Ну, для ребенка, например, можешь ключи туда, чтобы класть Чтобы не потерял где-то бегая Вот это сейчас мы с вами находимся в центре Даутдауна И это все старые здания Которые использовались под промышленность Сейчас они переделываются В жилые дома Я только что работал вот в этом доме Там прямо В подъездах, в квартирах Еще трубы такие, знаешь, там Ну, то есть, все такое, как бы Промышленное Переделываются в апарты Они получаются такого Определенного стиля Урбанистического Но по факту это все Были когда-то промышленные какие-то здания Вот видишь, такие все И в Миннеаполисе таких зданий довольно много Продолжение следует... Люди переезжают, по-моему Какие-то шмотки-коробки Парень с девушкой Молодые студенты Студенты какие-то приезжают Какие-то почему-то нет Я так понимаю Видимо, кого-то из дома родители выгоняют А кто-то остается дома Здесь мы еще с вами не ездили Старый такой кирпич Мне нравится Почти черный такой, знаешь Или темно-красный Такой бууры Летом классно в Миннеаполисе Мне нравится Зимой не был, не знаю Но говорят сами местные, что жопа Поэтому Будем скоро, ребята, отскакивать отсюда Что-то новенькое строят Мост через Миссисипи Он тут не один В прошлый раз ехали по-другому Следующая работа Тоже у человека Модем и Варилис бакса Не онлайн Нет сигнала Подъезжаем к адресу Как видите, везде Все одинаково В принципе Сейчас, наверное, вот это покажу Улицу вам последний раз уже И как бы смысла нет Заморачивать этими картинками Примерно вы поняли Что в Миннеаполисе Везде, в принципе, одинаково Плюс-минус там чуть-чуть Может где-то там больше Бумажек валяются А где-то не валяются Где-то дома чуть победнее Чуть побогаче Но По большому счету Все на равных Немножко розовых Цветных флагов вам Я не в этом доме буду работать В соседей Но в таких домах Работал тоже Увеличу вам Таблички Речь идет о голосованиях То есть вон она будет голосовать За Тину Смит За сенатора Там что-то Байден Харрис какой-то Вон видите табличка Справа Стаб Дональд 2020 Ну типа Не позволяйте инфекция распространяться Против Дональда Трампа И Black Lives Matter Ну соответственно Секс-миншинство Они все против Трампа Ну потому что Трамп считается Фашистом Освежимся немножко Хьюго-босиком Huge box У нас называют Хьюго-босс Вообще правильно Huge box Будем Пахнуть хорошо Опять же вам покажу Вы видите сами Что это Хороший район Белый Да С американскими флагами И тут же у нас Понимаете да О чем я Гутарю Извините Если надоел Уже с этой темой Но я считаю Это важно Короче Скоро будем Отскакивать На дропы Хорошо Что я купил Себе Зеленую лестницу Легкую Это будет Все гораздо Легче Чем было В Панаме Для меня Потому что Там я носился С этой красной Тяжелой Сейчас будет Зеленая Легенькая Так что Порвем там Все кабеля Штат Луизиана Это Конкретно Черный Штат Основное Преовладающее Население Черные Я подозреваю Там Нормальная Беднота И все Такое Что-то там По-моему Было связано Со штатом Луизианой Что По-моему Вот эти Вот какие-то Агрессивно Настроенные Группы Чернокожих Что-то Какая-то Витала Информация Что типа Отсоединилась Чтобы Луизиана И От Америки И типа Вот чтобы Это был Такой Черный Штат Именно Ну то есть Вы понимаете Да Что такое Штат Луизиана Ну ничего Посмотрим Мы же Кабельщики А кто Такие Кабельщики Кабельщик Это Бог Особенно Для Черных Понимаешь Какой бы Там Чего бы Не было Ты Бог Который Дает Жизнь Тебе Пофиг В каком-то Районе Кто Там Чего Никто Никогда Кабельщика Не Не тронет Ничего Я такого Не слышал То есть Сейчас Просто Немного Луизиана Летят Какое-то Количество Ангелов Понимаешь Которые Несут Цвет Поэтому Ну в виде Кабельщиков Поэтому По барабану Блин Что там Чего Там Все будет Хорошо Заехал Масло Поменять Наш С Украины Мужик Классный Компания Allmax Автокер Сам Работает Адрес 3390 Коучмэн Роуд Рекомендую Кто В Миннесоте Как мастера Хорошего Здесь же Сразу И моечка Есть В районе 60 лет Зовут Гриша Отличный Душевный Мужик Ты вот Привет Сказал бы Привет Что мы тут Делаем Все Делаем Гриша Замены Масла Двигатели Ходовые Да А что Делаешь По двигателю По автомобилю Механик По механике Гриша Вчера Купил Платформу Для Трактора Возить Трактор У него Своя Земля Еще Куча Гектар И он Занимается Медом Так что Здесь Еще Можете Купить Мед Нереальный То есть Купил трактор Для того Чтобы Что-то Сажать Свои травы Какие-то Еще что-то Корм Для пчел Для пчел Чтобы Вырасти Представляешь Как устроено Воздушному 40 тысяч Как вам И не меняем Не Россия 40 тысяч Не километров А 43 тысячи Милли Вот Щеточки Еще Поменяем Это Что-то Труд Плохо Классный Гриша Мужик Так что Заезжайте И Починитесь И масло Поменяйтесь И меда Купите И поговорите Душевно А это Самое Главное Вот Белый кабель Выходит С подвала Он Пытается Подключиться Выйти Посмотреть Что он Вообще Просто валяется На земле Ума не Маблин Здесь Уже Новая Линия Все Подключено Только Как всегда Какой-то Баран Подключил Мукафильтр Не сюда В него Должна Обходить Главная Линия А в обратку Просто Подключаем Белый кабель И все Работа Сделана Вот и все Здесь Видишь Стапа Кинули Не по воздуху А Закопали То есть Так Делается Это Нормально Если Нет Угрозы То Что Там Есть Какие-то Коммуникации Под землей Ну Либо Если Какие-то Ветки Там Еще Что-то Деревья Ты Не можешь Кинуть По воздуху Когда кидаешь По земле Смотри Тут идут Работа У них Земляные Вон Газоны Видишь У них Эти Как ковры Короче Растеливают Будут Растеливать Газоны Ковры Следующая Работа Тоже Опять Нет Коннекшена 10 минут Ехать Опять Модемы Вайерлес Бакса Домик В лесу Блин Сейчас Проверяем Сигнал Меняем Фитинги А может Не меняем По настроению Здесь Из бакса Идут Идет Кабель И смотри Тут Какое Старое Говно То есть Сейчас Обрезаю Меняю Фитинги Вставляю Баррель Фитинги С резинками И все И пошел Сигнал В бейсмент Вот он Пошел В бейсмент Потом Идем В бейсмент И смотрим Что там Да как Куда Подключаться Зачистил И смотри Что происходит Видишь Медный кабель Который Выходит Из бейсмента А тот Который Идет С бакса Сверху В него Попадала Вода Я зачистил Смотри Видишь Он не медный Он черный То есть По хорошему Надо Не полениться И поменять Этот кабель Что я и сделаю Ну и соответственно Здесь я уже все обновил Ну только теперь Короткий кабель Пойдет вниз Новый В доме Какой-то Вот попался Так называемый White trash То есть Во дворе Жопа полная Подозреваю Что там и в доме Охренеет У нас это не касается Мы видели Всякое В доме В доме было примерно То же самое Я конечно Видел и похуже Самый Самый трешак Самое ужасное Что я видел Это была Аризона Где В доме Были собаки Кошки Какие-то Люди были белые Но это был Просто ужас В прямом смысле слова Без преувеличения В прямом смысле слова У меня лились Слезы из глаз Я вообще не мог дышать Просто вообще Абсолютно Блин Я просто забежал Там В каком-то Непонятном состоянии Просто в экстазе Блин Что-то там сделал Выбежал на улицу Заканчивал работу Слава богу Там был просто Какой-то Трэбл кол Ну короче Вот это был жесткач Здесь конечно не так Ну все равно Конечно Срач Бардак Блин И при этом Выбегает его жена И мне кричит У тебя там типа Маска на нос Не одета Ай-яй-яй Блин Чего ты боишься Ты в таком сраче живешь Тебя сука Ядерная бомба не возьмет Блин У тебя там иммунитет Как у собаки Блин Которая у тебя по двору Бегает Блин Ну это ладно Короче Ну это не наше дело Пускай каждый живет Так как хочет Правильно Грязь Не грязь Мы кабельщики Наше дело Провода А кто как живет Не твое собачье Дело Короче все Едем дальше Какие-то там Проблемы с баксой С телевизором С телевизором Заскочил на заправку В туалет бегать Кофе взять Едем дальше Сейчас расскажу Тоже Немаловажную вещь Которую особо Никогда не касался Хочу сказать О взаимоотношениях С клиентами Если ты приедешь В Америку Понятно что Хорошо если ты Умеешь улыбаться Я например Особо не умею Хорошо если ты Умеешь улыбаться Ты весь там Такой радушный Классный И замечательный Но Несмотря на это Клиенты могут попадаться Разные Агрессивные Потому что Такая ситуация Как сейчас Например на Камкесте Когда люди Мне говорят Что они могут висеть На телефоне По 4-5 часов В ожидании Решения проблемы Разговаривать с роботами Там и все остальное И ты уже можешь быть Какой нибудь 3-4-5 техник Который так и не может Решить проблему Понимаешь То есть человек Уже там 3-4 раза провисел На телефонах По несколько часов И приходили Техники Ничего не решали Ты приходишь В этот момент Человеку Наплевать На твои улыбки Понимаешь Он уже взвинченный Он уже взбаламученный Намучившийся С этими диспетчерами Индусами Со всем остальным Так вот В этот момент Если ты видишь Что человек Агрессивный Не все люди Умеют работать С людьми С клиентами То есть Люди начинают Техник Не должен вестись На эмоции клиента Ты должен быть В такие моменты Как снеговик Холодный Понимаешь Как в криминальном чтиве Снеговик Он какой Холодный Вот и мы будем Как три снеговика Ты должен быть В эти моменты Холодным Как снеговик То есть Ты не должен Излучать Ни Ни радости Ни страха Что там Чем-то он там Недоволен Ты должен быть Вообще Без эмоций Просто Вообще Без эмоций И тогда Таким образом Ты избиваешь Пожар То есть Ты у человека Выслушиваешь В эти моменты И Пытаешься ему Не перебивая Объяснить ситуацию Металлическим голосом Без эмоций Не надо его Уговаривать Не надо его Лебезить с ними Не надо Там Пугать Или Ругаться С ними Чтобы у тебя Была тоже Какая-то Взвинченность И агрессия В голосе То есть Ты просто Стальной голос И ты холодный Как снеговик И второй момент Еще Всегда С клиентом Держите Дистанцию И То есть Не надо с ними Пони братствовать Там Или еще что-то То есть Ты пришел Выполнять свою работу Ты не знаешь Что это за человек И ты не знаешь Какие реакции От него Могут последовать И самое главное Вообще Просто Катастрофически Самое главное Это дети Которые В домах У клиентов Никогда Вообще Не обращайте Внимания На детей Просто Их не существует Вот ты заходишь В дом Если ребенок С тобой Говорит тебе Там привет Там еще что-то Они могут Там Показывать Какие-то игрушки Что-то С тобой Разговаривать Старайся Не делать Не общаться С ними Если нету Рядом Их родителей То есть Просто там Головой Покивай Покажи Ребенку Свою Вообще Полную Незаинтересованность И занимайся Своими делами Я приведу Пример Недавно Здесь Рассказывали То что Техник Начал С ребенком Играть Начал Там его На руки Брать Там что-то Еще Подобное То есть Он стал По-нашему Общаться С ребенком Понимаешь Там играть Там еще что-то То есть У нас Возможно У нас тоже Есть какие-то Люди Которые могут Это не понять Но все равно Не так Понимаешь Здесь К детям Другое отношение Поэтому Он с ним Там что-то Поигрался Еще что-то Мать промолчала Ничего не сказала Но когда он Вышел из дома Сел в машину Уехал Тут же Пока он был Еще там Она вызвала Уже полицию Понимаешь И он успел Просто отскочить И потом Это пришло Жалоба На компанию Ему вроде бы Как ничего не было Но в тот момент Если бы приехала Полиция Я не знаю Что было бы Пришлось бы Как-то объясняться Просто Она ничего не сказала И она со своей стороны Тоже сделала правильно Почему Потому что Человек Который Понятно Что он русский Что он иммигрант Он не знает всех правил Но она-то живет В своей системе Координат Понимаешь Если человек Делает то Что не принято Хватает ребенка Начинает с ним Там что-то играться Я не знаю Носить его На баронаблин Там Или что он там С ним делал Она воспринимает Этого человека Уже как неадекватного Который не следует Правилам Общепринятым Соответственно Она ничего не говорит Потому что Если человек Ведет себя неадекватно Кто его знает Может он сейчас Достанет отвертку Разозлиться И задолбит Этого же ребенка В голову Отвертка Или ее Или еще что-то Поэтому она Она просто Молча Улыбалась И вызывала Полицию Поэтому Запомни на будущее Детей В доме Клиентов Для тебя Не существует Вообще Даже если Они идут С тобой На какой-то Контакт Ты просто Напросто По-взрослому Показываешь им Что тебе Неинтересно И все Ребенок Отстает Он не лезет К тебе И все Потому что Можешь нажить себе Головников Кучу проблем Могут и уволить И все что хочешь И Можешь Воспринимать это Как типа Неадекватность Американцев Но Это когда ты Оттуда Так рассуждаешь Когда ты поживешь Здесь То ты поймешь Что это правильно Мне например Тоже Не надо Чтобы приходил Какой-то дядя Сантехник Или какой-нибудь Там электрик Или кабельчик И начинал Заигрывать С моими детьми Особенно Если это девочки Не важно Мальчики Понимаешь О чем я говорю Мне это Например Тоже нафиг Не надо Вот это Немаловажные Вещи Касаемо Клиентов То есть Мы с тобой Холодные Снеговики Не обращающие Внимания На детей Делаем Свою работу Улыбаемся Have a nice day И уходим Получаем Бабки Все Вот приехали На пятачки Тут Что-то там С баксами Не то Сейчас пойдем Смотреть Скорее всего Слапнуть Баксу Надо будет Смотреть 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 Продолжение следует...